котятки мои любимые ваша олеся прошла много вкусной парфюмерии с собой принесла доброго времени суток мои хорошие очень рада встретиться с вами на моем канале сегодня мы с вами как всегда изучаем новую парфюмерию 8 новых ароматов я для вас подготовила располагать поудобнее будет интересно все ссылочки найдете в описании под видео также мой скидочный промо-код на 10 процентов на рандеву он постоянно многоразовый суммируется всеми скидками акциями на сайте и давайте приступать всем желаю приятного просмотра первый аромат которого мы начнем сегодняшний наш обзор от бренда винса кому-то называется иллюминар интенса потрясающе красивом флаконе вот мне очень хотелось бы этот флакон иметь в своей парфюмерной коллекции несмотря на аромат я всегда уделяю особое внимание дизайну флакона каждого аромата когда мне не нравится говорю что мне не нравится но вот глядя на этот флакон я понимаю что это просто какой-то шедевр вы посмотрите здесь двойное стекло оно не одинарное но двойное и это какая-то прелесть все это как-то так сложно обтекаемо да перетекаемо и помимо этого еще и амбры из темно-бордового в прозрачный золотая крышка но не чисто золотого цвета да какого такого затемненно золотого аромат недорогой аромат для женщин он цветочно-фруктово-сладко-пудрово-цитрусово-ванильный надеюсь что понравится принадлежит группе восточной цветочной 21 год выпуска открывается сливой бергамотом розовым перцем вообще все сливовые ароматы прекрасны если они качественные да если они из хорошего сырья в середине цветок сливы господи боже ну вот это та нота которую я слышу впервые в парфюмерии цветок сливы боже такой красивый такой ароматный дальше к нему орхидея теплая классическая роза и пудровый ирис и в базе это сандал с ванилью едва вроде зяка это мускус и амбра это пахнет чудесно девочки это пахнет сливой и цветком сливы с капелькой бергамота с капелькой орхидеи розы пудрового ириса и на сандаловой ванильной базе удивительный аромат восхитительный аромат я так рада что мы с него начали сегодняшний обзор да и сразу же попали в точку очень красиво сливы и цветок сливы такого я еще не слышала он действительно отличается от всего того что я слышала до этого и нет подобного аромата да в моей парфюмерной копилке в голове есть 8 миллилитров за 1000 рублей а есть 100 миллилитров за 5 конечно очень хотелось бы 100 миллилитров из-за флакона потому что это шедевр а не флакон да и большое количество здесь заказов и отзывов хороший кстати бренд недорогой и у них красивые флаконы и красивая парфюмерия прям женственная дальше следующий аромат афрезия воды туалет от диптик аромат для женщин флакон посмотрите какой да округлой формы очень интересно здесь середине такое изображение фрейзи крышка такая темная да и как-то вот она так встроена в сам флакон красиво мне нравится аромат женский цветочно свежепряно-древесный принадлежит группе цветочной 99 год выпуска здесь всего три ноты открывается этот аромат перцем черным очень ароматным средняя нота одна это фрезия и на древесной базе господи как красиво это даже еще красивее наверное чем прошлый аромат но хотя они конечно совершенно разные вот как пахнет фрейзи в чистом виде да удивительно красивый цветок с ума сойти как будто бы я знаете вдыхаю настоящий запах настоящего живого цветка кого ароматного и кстати насыщенный этот парфюм то есть я думаю что стойкости шлейфа здесь будет однозначно очень красиво меня радует что в последнее время мы с вами больше все-таки красивых ароматов находим до чем каких-то таких неудачных которые пахнут спиртом на которые пахнут как-то искусственно ну вот здесь к сожалению нет 8 миллилитров здесь только полтора миллилитра пробник я очень настоятельно советую его заказать попробовать а я себе нажал на кнопочку сообщить о поступлении потому что это потрясающе красиво дальше следующий аромат который мы с вами перейдем с большим удовольствием rose arabia white от vidian аромат для женщин мы с вами в прошлом видео розовую версию до рассматривали здесь белая версия очень красивый флакон такой красивый фактурой на самом флаконе до виде такой водный какой то рябе золотая крышка толстое дно и этот аромат для женщин он пудрово-ванильно-цветочно-сладко-древесно-мускусный мне уже нравится это описание принадлежит группе восточные цветочные 22 год выпуска то есть два года этому аромату и очень здесь такие понятные и женственные ноты до ванильный теплый аромат открываться вам должен персиком сливы и кориандром середине должен открываться гелиотроп фрезия пудровая фиалка и пушистый розовый пион и только в базе у нас открываться должна ваниль с белым мускусом плюс бобами тонко на сандалово кедровой базе с капелькой пачули и с ладаном но сразу же изначально как только вдыхаете аромат вы слышите ваниль причем такую сладкую очень вкусно то есть здесь верхняя нота это ваниль с персиком с небольшим количеством сливы кориандр здесь вообще капелька на то есть мы никакой пряности не слышим до прохлада какая-то есть и красиво так сложненько это ваниль звучит благодаря кориандру дальше в середине много гелиотропа и он теплый много фрезия на теплая капелька фиалки капелька пиона и да вот сандалово кедровая база то есть не верьте пирамиде ваниль здесь не в базе ваниль здесь сразу же вверху и ее здесь так много она здесь основная нота и она пронизывает собственно всю пирамиду и остается в течение всего звучание аромата основной главной дальше эго стратис джульетт хозыган роман для мужчин и для женщин в их классическом флаконе здесь на флаконе идет амбре из прозрачного в голубой в темно-синий до в темно цвет морской волны вот такой крышка здесь серебряная и этот аромат цитрусово-флужерно-морской мускусный свежий фруктовый амбровый 22 год выпуска аромат на тему моря если вам нравятся морские ароматы пожалуйста я например честно откровенно говорю что я не поклонник морских ароматов но если вам нравится туда на мужчинах это будет очень классно сидеть потому что на мужчинах вообще морские ноты как-то очень логично всегда смотрятся у них и различные средства для бритья бывают с морскими одушками да и как так хорошо им это идет но вот на себе я например не понимаю морских нот и так заявляется что здесь вверху бергамот лимон и мандарин и только в середине появляются морские ноты но это тоже не так потому что морские ноты здесь сразу же на старте их здесь много и и здесь подавляющее большинство и к ним вверху прибавляется капельку бергамот и капелька лимон и капелька мандарин для того чтобы сделать их еще более свежими сочными и не слишком холодными до благодаря мандарину в середине колон черника нироли персик то есть эти морские ноты становятся вкусными мы какое-то такое тропическое побережье да теперь слышим если она сначала было прохладным морским это побережье а теперь она вот такое какое-то тропическое тропическое цветочная да вкусная здесь черника очень ароматные белоснежные нироли мягкий персик и все это на кедровой базе мягкая 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 кедровая база которые совершенно не заглушают этих морских нот и два афродизиака это амброксан и мускус да амброксан это синтетический заменитель натурального образа да это продолжает пахнуть морскими нотами и перемешивается здесь капелька кедра мягкий очень нежный аромат очень свежий аромат аромат вот именно морской воды и какого-то такого морского воздуха да что-то очень свежее сначала потом такое тепленько вкусненькая с морюшком хороший аромат если вам идут морские ноты дальше от бренда вильгельм парфюмери мы с вами посмотрим пояс о берлин вот такой аромат да в их классическом совершенно флаконе мы все прекрасно знаем что у них все флаконы одинаковые вот такие да очень симпатичные в виде правильного такого цилиндриком приплюснутого крышка здесь красивая золотая с логотипом сверху не золотая желтая да она на магните это унисекс который описывается как древесно-ванильно-пудрово-фруктово сладко землистый принадлежит группе восточные и восемнадцатый год здесь создание тоже красивые ноты пока не понимаю как это должно быть унисексом потому что все ноты такие мягкие нежные но сейчас посмотрим да иногда бывает что аромат заявляется унисексом но по факту он женственно звучит как интересно на здесь тоже все неправильно потому что вверху должны звучать черника и лимон то есть это все должно открыться очень вкусненько да вкусный такой мягкой теплой черникой с лимоном со свежим но мы сразу же слышим отчетливо здесь бамбук сразу же на старте его здесь много он заполняет все и этот аромат фужерный то здесь прям зелень на первом месте и к этой зелени прибавляется капелька черники и капелька лимона причем не сразу да тоже все тут перековеркано в плане пирамиды я бы сказала что здесь верхняя нота это бамбук средние ноты это черника лимон плюс корень ириса который немножечко все припудривает и база у нас сандалово-ветиверова ванильная да то есть такая мягкая древесность теплой ванилью на тепленьких деревяшках ванильных звучит у нас бамбук с черникой с лимоном с корнем ириса вот так вот это звучит по мне бамбука здесь очень много то есть прям такая зелень зелень если вы любите фужерные ароматы вам понравится если не любите прям такие откровенно сильно фужерные ароматы то ну это просто будет не ваши да а так как бы да прям такая зелень 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 свежесть и вот потом уже что-то начинает ее разбавлять ну вот по факту это много свежего такого бамбука следующий аромат у нас rouge smoking от бренда бедики парфамс аромат для мужчин и для женщин мы уже сами несколько флакончиков рассматривали да мне очень нравится дизайн флакона здесь мне нравится цвет содержимого посмотрите здесь красного цвета содержимое черная крышка контраст великолепный белая наклейка с черными надписями три прекрасных цвета которые между собой идеально сочетаются это черный красный белый да то есть в плане эстетики здесь все замечательно аромат этот ваниль на сладко пудрово-амбровому вкусно-вишневый принадлежит группе восточные хотя тот прошлый тоже вроде как группе восточные до принадлежал но это все неправда будем надеяться что здесь правду нам написали до 2018 год создания и боже мой какие здесь красивые ноты да но это унисекс поэтому это не будет прямо слишком мягком очень красивое содержимое вишней розовым перцем и бергамотом открывается этот аромат и здесь вишня такая очень свежая очень легкая с такой свежесть сюда и прохлады розового перца плюс бергамота то есть мы все мне кажется привыкли к вишне в ликере с миндалем да вот что ее сочетают чаще всего вот так повторяю успех ароматом tom ford lost cherry когда слышишь вот такую вот вишню да как-то немножечко непривычно я бы не сказал что это отчетливо пахнет там какой-то вкусной вишней какой-то прям теплой сладкой она здесь такая легкая легкая и вам даже придется ну как-то себя убеждать в том что это вишня вот сейчас я вообще практически ничего не слышу от этого аромата черная ваниль должна появляться в середине гелиотропцы только апельсина ну да появляется какая-то цветочность но я не слышу правда ничего как будто бы вот ничего нет хотя два пшика нанесла на блотер в базе это у нас бобы тонко кашемировое дерево белый мускус амброксан лабдан и фиалка вроде вот по пирамиде все должно быть красиво да кашемировое дерево такое нежное пудровая фиалка мускус плюс амбра да бобы тонко не знаю ничего не ощущаю почему-то хотя вот от руки да я слышу вишню просто видимо с блотером этот парфюм что ли не сочетается ну вот в принципе вот я ее слышу но сейчас она уже практически ушла нет это такой аромат не спортом причем все было несколько секунд вишня теперь я ничего не чувствую как будто бы не пахнет ничем не знаю как это объяснить ну вот вот такое на ее описание этого аромата дальше следующий аромат у нас пир голд от монталь до арома для женщин красивым золотого цвета флаконе флакон у них классические стандартные непрозрачные это очень здорово аромат для женщин на никакого унисекса и он описывается белцветочном мускусно цитрусово-пудрово-фруктово-почулиевым принадлежит группе цветочные фруктовые 2009 год выпуска то есть посмотрите как давно он существует на рынке да очень интересные здесь ноты первые ноты здесь абрикос и я к абрикосу так прям как-то настороженно отношусь потому что где-то он мне нравится а где-то нет вот например да леди вайн с абрикосом да это вообще ни разу не мой аромат но и здесь наверное тоже самое не люблю я аромат абрикоса нет фрукта нет парфюма абрикос с мандарином все вроде тепло ароматно пахнет настоящим абрикосом в середине появляются белые цветы но не сразу долго здесь достаточно длится звучание абрикоса с капелькой мандарины теплого хорошее сочетание жасмин не роли цветок апельсина да у нас три цветка в середине в базе у нас мускус плюс пачули плюс ваниль все мягко все красиво ваниль хорошая мускус сексуальный пачули капелька они не делают этот аромат каким-то жестким каким-то таким горьким нет здесь все очень хорошо но вот абрикос к сожалению моя нотка хотя знаю что есть поклонники этой ноты поэтому обратите внимание если любите аромат абрикоса вообще как бы да такая ароматная нотка ну и последний аромат на сегодня а клус а сэндис аромат для мужчин для женщин посмотрите какой необычный флакон в виде мужской зажигалки давить вот у меня такая ассоциация у вас тоже такая ассоциация как будто мужская зажигалка очень красиво сочетание золото с черным прям так стильно да но вы должен быть такой голый унисекс древесному 2 амброво свежепряно-цитрусово-землистый пятнадцатый год создания ноты вообще нетривиальные то есть если любите что-то необычное то слушайте внимательно если вы приверженец классики я уже как-то сразу по нотам вижу что хотя такой свежий аромат цитрусово-зеленый я бы его так назвала бергамотом и лимоном он открывается до 2 сочных свежих цитрусовых и бергамота здесь больше он очень ароматный очень красивые лимон здесь прохладненький но лимона здесь немножечко и дальше в середине открывается лапданум ангелика кардамон артемизия корень ириса и здесь ангелики и артемизии очень много и получается что аромат он такой сначала цитрусово-фужерный а сейчас фужерно-цитрусовый до в середине потому что больше сильнее раскрылись вот эти зеленые ноты ламданум и капелька кардамона тоже капелька да есть какая-то такая теплая мягкая прохлада ну вот вот так пахнет кардамон вроде как бы и тепло и прохладно одновременно плюс корень ириса запудривает но много ангелики артемизии и в базе у нас открывается много древесности это и ут и гуниунский бальзам и гвояк и нагармота на зеленое такое растение то есть появляется древесная база такая ярко выраженная достаточно мягкая ут не горький не кричащий не чисто мужской не брутальный а вполне себе такая мягкая красивая натуральная насыщенная древесность и нагармота здесь фужерность подчеркивает поэтому получается что на древесной базе у нас фужерность с капелькой цитрусовых вот так это пахнет в базе красивый аромат красивый для поклонников унисекса и древесной фужерности понравится прям такой качественный очень 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 необычный ну и флакон тоже классный вот и все на сегодня мои любимые такие 8 ароматов мы с вами рассмотрели мы с вами идем по возрастанию цены да я напоминаю от самой низкой цены на рандаву выше 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 поднимаемся уже к такой категории пришли что ароматы красивые попадаются очень мне вот сегодня 3 прям особенно понравились я себе в избранное добавила надеюсь что вам было приятно полезно и хорошо со мной провести это время я очень рада всем кто заходит ко мне каждый день на мои парфюмерные посиделки я вам безумно рада подписывайтесь пожалуйста на все мои каналы и соцсети ссылочки будут вверху описание да вступайте в совместные закупки ссылка вообще самая верхняя пользуйтесь скидочным промокодом если будете делать заказ сами да в общем в описании вся необходимая информация оценивайте пожалуйста это видео лайком и пишите все что угодно в комментариях вы мне очень 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 поможете лайком и комментарием продвинуть просмотры этого ролика для меня это очень важно ну и все целую обнимаю вас желаю всего вам самого-самого доброго очень вас люблю ценю дорожу вами буду стараться для вас дальше прямо сейчас так что всем до завтра всем до скорых встреч а 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